не таким как ты что-то вообще разговариваешься ты такой разговариваешь со мной с кем ты кто-то такой ты послушай давай мы будем сидим подожди на вести себя как мужчины они как истеричь эти даже ручку принес в очко тезу давай давай давайте спросим вот этих двух волнов расскажите нам пожалуйста почему ты так ведешь дискуссию тебя очень нравится ты меня называешь клоуном по искали хотя ты сам конечно совершенно пустой сколько лет вообще не 44 44 года ты 44 года своей жизни на что потратил на то что сейчас сидишь пьешь яблочный сок назовешь меня клоуна 40 ты не бойся ты отвечай на вопросе я не отвечаю на вопрос чего боятся обижены я не отвечу на вопрос сейчас прям вот уже даже легавой вот поэтому ты просто сейчас сидишь натурально выебываешься я пару раз конечно тебя может быть как-то задел мы сидим все нормально ведем дискуссию ты пришел ко мне в эфир ты сидишь и начинаешь выебываться я же тебя не называю клоуном правда поэтому ты как знаешь шедяу такое выражение вкусно как ебаться у вас есть какие-нибудь выражения которые вот нужны сексом обнаружили кипарисовый ларец в котором значит был слепок с хуя потемкина чрезвычайной величины постоянно приходится сгибаться с какими-то вот этими самыми проблемами общество услуга ебли предполагает какую-то проблемность сильно подозреваю что общечеловеческой ебли если чем и отличается то может быть только толщиной этого самого латексного предмета который нужно себя натягивать 20 лет русские националисты в общем-то в основном теряли чем приобретали я помню какие возможности были у националистов девяносто первым девяносто третьем и мы опоздали потому что мы не делали первый шаг на ельцинском стороне был не выиграли вы проиграли и все я хочу сообщить нету никаких лидеров не хватает их они отсутствуют узнаваемость на националистических лидеров приближаются к нулю во всероссийской масштабе это абсолютно реальность патриотическое движение в россии это яркий тому пример как надо это сказать крайне неэффективно воевать друг с другом чтобы не добиться ничего парики там молодежь вот это она намного ценнее чем те люди которые с умными комментами там размусоливают это все ничего на сегодняшний день националисты за 20 лет ни в одном парламенте не добились все куда оглядывалось внимание власти было исключительно улица последние десять лет одна манежная площадь сделала чем все больше чем все политики от национализма знаем кто пидор кто сидор кого ловить кто с провокатор кто за зарплату работает на определенные органы я не понимаю ты ивана миронова каким образом ну как можно было идти в ряду вместе с этими извини за выражение голубыми полумужчинами полуженщинами рьяно потом выступать в трибуны призывать значит за россию за русских и тут интернете потом такая картиночка русский так флаг имперский имперский флаг и какая-то парочка полумужиков целуется ну ребят о чем о чем речь нет нет никаких комментариев не надо комментировать никаких комментариев а свой фулуар нет 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 я еще раз говорю под разоментировать иван борис под радость утраты иван борисович значит создавайте а кстати так не надо так делал понял это ты игорь его вы таки вы на вы вертухай игорь иванович я на вышке не стоял был был и видел таких как мы на машах миллиона ты за голубыми не ходи тогда все нормально вы никуда не ходите вы сидите под кроватью я не сижу под кроватью лично я не сижу но голубыми не здороваются я объявляю перерыв прошу всех крикунов троих выйти из зала я еще раз говорю сдержанность и взаимная корректность нет я готов блокироваться с кем угодно скажем так если мне завтра нужно будет блокироваться с чёртом для того чтобы выпустить из тюрьмы хотя бы десяток людей которые сидят по 282 я с удовольствием обнимусь чёртом и сфотографируюсь с ним и говоря уже обоих приятных людях типа немцова и космара вы подписываетесь за наших мы подписываемся за ваших на таких условиях возможно и даже необходимы союзы потому что в таком случае есть то что их реально скрепляет наш реальный интерес сейчас чисто объективно у нас действительно сложился общий интерес именно так с либеральной оппозиции сейчас просто поднимите руки у кого в кармане тысячу долларов с собой тысяч я тысячу баксов сказал всего лишь да просто так на патриотизме не проехать ребята это это важно очень понять националисты живут какими-то представлениями о жизни там начала 90-х годов некоторые наши ценности абсолютно не являются превалирующими целиком а в борьбе за власть надо ориентироваться не на то что нам кажется правильным а на то что правильно воспринимается это к сожалению типичный русский человек он именно так и мыслят он боится слова национализм пока еще и сейчас мы вынуждены рассматривать савельева как провокатор мы говорим о провокации а провокации форума которую будут все показывать и говорить вот снова пришли нацисты для нас это не приемлемо в случае если завели в свою позицию в отношении лидеров город комитета не меняет и не извиняется на акцию его централизованно не пускать если Андрей Николаевич придет то мы не отвечаем за эту форму но вы смешиваете личные свои амбиции отношения и обиду смешиваете с общим движением лично это не лично понятно что у вас будут снимать фоткать потом будут фотографии у слова нацисты пошли прошли по центру москвы и проблему есть главный вам проблема к уважению да причем не савельев таких мышей но вы определитесь один про форму один про Савельева решение примите пожалуйста он по моему оскорбил лично все организаторы русского марша мы все руководить всех это слишком вы подонки заочно все подонки да ну я требую чтобы вы соблюдали закон подайте вон в суд на меня потом чтобы я закон соблюдал вон подайте будет судиться не ну будет день будет пища я докажу почему я его не пустил туда но из-за уважения к общему движению да и ради общей цели и задачи они не будут да там не тащить ни свастику ни портреты гитлера никого вы же да для вас это подашь мы не таскаем ни свастику ни плакаты гитлера все нормально у меня такой вопрос здесь не форма у меня с личного отношения савельева считает нас за говно то ну а то что мы собственно должны в этих обращениях к нему делать мы его пустим или не пустим пусть он к нам обратится скажет что партия великая россия член национального такой же как и все остальные национального движения мы хотим прийти на русский марш и ну если уж мы организаторы да ну пусть скажет кто мы тогда если мы там уроды говно и раскольники как он говорит в каждом интервью ну а как нам идти вместе с ним тогда я по идее должен обидеть мы можем когда я его встречу подойди обидеть вы за него вступитесь мои люди подойдут и мы будем драться и мы вас садьём там и выкину в канал тогда а вы представляете как это будет выглядеть перед телекамерами мужик должен отвечать когда его оскорбляют или он должен разглотнуть поэтому организатор один Иван Горонов с этого и начнем и я несу отлично ответственность за любые беспорядки и эксцессы Савелев оскорбил очень многих людей очень многих и я не уверен что эти люди которые будут на русском марш они пожелают набить морду для Николаевича а это уже эксцесс то есть ребят если вам нужен вот этот кипиш вы его получите это советского покроя шинели это советского покроя фуражки это христианская символика на рукаве христианская символика и ничего общего с нацизмом мы никогда не имели кто нам предъявляет претензии удивительно понимаете люди которые в том числе представители ДПНИ которые да много раз наша пресса обвиняла в нацизме фашизм и так далее обвиняет Савельева в том что он надел нацистскую форму товарищи ну вообще-то говоря это бред полный понимаете я просто это почему я сейчас вспомнила о Савельеве я с ним все-таки просидела четыре года в государственной думе я знаю как себя вел этот человек и многие здесь присутствующих приходили к нему получали у него удостоверение помощников он отмазывал извините за такое слово от уголовных дел понимаете никакой не враг Андрей Савельев за много ему можно было бы сказать спасибо скажу как человек который непосредственно подавал заявку контактировал с полковниками ГУВД которые отвечали за безопасность русского марша контактировал потому что ну вот как бы обязывал статус как заявителя а 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 Ребята, вы что делаете? Отпусти меня! Я только вышел из метровки, вы кидаетесь, а? Да что мне за что, я что сделал такого, а? Да не знаю, отпустите меня, в конце концов! Андрей Николаевич, дайте я фуражку вашу. Так, все. Что вы его задерживаете? Все, Николай, Николай. Вы представьтесь. Все, спокойно. Сумели собрать всех в один кулак. Все национальные движения. От правых до жестко-радикальных консерваторов, язычники, православные, все встали в один строй. Понятно, что это была спланированная акция. Мы предполагаем, что оргкомитет «Русского марша» договорился с ГВД Москвы или, может быть, с министерскими чинами о том, что мы будем задержаны. «Русский марш», все идут вместе. Независимо от того, какую идеологическую нишу они представляют в национализме, там идут национал-социалисты, национал-демократы, национал-республиканцы, национал-патриоты, фанаты, скинхеды, уличные гонщики, казаки, монархические организации. Никаких проблем же нет объединиться в деле. В этом движении шли от национал-социалистов и субкультурщиков, то есть фанатов, скинхедов, дотам, имперцев, национал-патриотов и всех прочих людей. Движение ровно такое, какое заслуживает на сегодняшний день русский народ, ни больше, ни меньше. И лидеры ровно такие, которые заслуживает на сегодняшний день русская нация. Вот говорите фрики, вот показали 20 человек. Интересные, яркие люди, которые пришли на праздник. Кто-то с хорубами, кто-то с языческой медвежьей головой, они с барабанами, но это же красиво. Это определенная карнавальность, которая необходима для любого праздника, как любое зрелище. Что бы ни делали люди, если это делается свободно, будет выглядеть именно так. С набором очень ярких, колоритных персонажей. Все силы должны быть брошены на единый консолидированный русский марш. Эти конферкционные вещи, которые возникают между нами, русскими людьми, которые участвуют в протестном движении, они должны быть сведены на нет. Заказ связан с тем, что напротив нашей партии была проведена массированная кампания, организованная лицами, о которых потом я написал цикл заметок, «Заклятые друзья Великой России». И они решили, что мы для них такие страшные конкуренты, что нас надо уничтожить. С чьей помощью? С помощью полиции, которая творит беззаконие, уже привыкла к этому. Я думаю, что эти люди опозорили себя окончательно, и с ними никакого сотрудничества быть не может.